Всем привет, ребят! У нас уже снег лежит. Как вчера кто-то правильно заметил, что в Краснодаре плюс 21, а здесь уже снег лежит. И что прям как за другой планетой. Слушайте, я хочу в Краснодар. Мне снег вот вообще не нужен. В принципе, если вдруг я очень соскучусь, или у меня очень захочется снега, я лучше съезжу в отпуск туда-нибудь, куда-нибудь туда, где снег. Сейчас иду за машулькой. Всем привет, кстати. И еду за ней на самокате. Ну, точнее, сейчас поеду на ней за самокат. Фу, на самокате! Все, заговорилась со всем. Пока у нас не выпал окончательно снег толстым слоем, хочу успеть сама покататься. И чтобы она покаталась. И я не знаю, может быть, сегодня мы еще поедем ей за зимними ботинками, потому что я внезапно вспомнила, что зимние ботинки мы уже отдали, потому что они нам были малы. И у нас нет вообще ничего, причем ни ук, ни зимних ботинок, ни валенок, вообще ничего. Вот. У меня сейчас ребенок ходит в таких теплых, хороших, осенних ботинках, но это же не на совсем. Зима-то приближается, поэтому, может быть, сегодня, может быть, в другой день, не знаю, Динка просто просил его подождать. Хотел съездить вместе с нами. Может быть, мы его действительно подождем. Посмотрим. Все, я на самокат и поехала за Машей. Ребят, я, конечно, понимаю, что это уже край, но я вспомнила про свои посылки, которые вчера на почте получила, только после того, как вы мне начали в комментарии под вчерашним влогом писать, что получили на почте. И я вспомнила. Да, я же посылки получила. Да, сори, я сама про них забыла. Я не знаю, они у меня вылетели из головы просто. Я их положила в рюкзак, и все, как отшибло. Это же я, товарищи, только я так умею. Наверное, только я. Так, сейчас посмотрим. Это какие-то две мелкие посылки, которые я очень давно уже жду с Китая, с Алиэкспресса, потому что заказала я их очень давно, и они все никак не хотели ко мне идти. Ага. Так, это термостат Xiaomi от Умного дома. Я уже думала, честно говоря, он ко мне не придет, потому что прошлый термостат, который я заказала, он ко мне так и не пришел, и я профокапила сроки защиты заказа. Так, и вторая посылочка. А вторая посылочка, это у нас... Интересно, девки пляшут? Что это такое? А, все, я... Господи, три штуки положили. Это накладки. Это накладки для зарядки аккумуляторов. Они мне в прошлый раз прислали зарядку для аккумуляторов, а накладки забыли, поэтому я не смогла вставить их аккумуляторы в их же зарядку, потому что они забыли мне положить накладки специальные. И я, собственно, им написала, что... Как так-то? А как я должна аккумулятор вставить? На что мне сказали, о, сори, типа мы вам сейчас вышлем отдельной посылкой вот эти вот накладочки. И почему-то прислали не две, а три. Видимо, одна бонусу идет. Мне не знаю, правда, куда я это должна засунуть. Ну, ладно, там всего два гнезда. Ладно, пускай будут три. Будет одна запасная. Все, вот и все посылки, собственно говоря. Вообще про них забыла. Просто вылетела из головы. Даже не знаю, как так. Так, ребят, давно уже в комментариях просят показать, как я причесываю Машу. И сейчас покажу одну из, наверное, самых любимых моих причесок для нее. с тремя косами в школу. Держится отлично, даже после того, как Маша переодевается на физкультуру, на ритмику. Так что сейчас покажем. Там уже смеялись над фразой «делим голову пополам», но делим голову пополам. Я делю так. На глаз. Примерно. Так. И примерно вот отсюда. Еще раз делю. Машуль, повернись. Вот в эту сторону. Чуть-чуть за ушком. И вот отсюда. Соединяем пальцы. Посерединке где-то. Вот. Отделяем эту сторону. И завязываем ее резиночкой, чтобы не мешалось. Так. А с этой стороной сейчас будем все делать. Отделяем ее точно так же. Опа. Все. Примерно. Особо не заморачиваемся. Все. Остальные волосы нам не нужны. И на плечо. Так. Котика. Поворачиваемся вот так. Ладно? Угу. Так. Аккуратненько причесываем эту часть. И начинаем плести отсюда колосок. Я начинаю с первой пряди, которая возле лица. Мне так удобнее. И со второй пряди начинаем добавлять. Так. Плели все волосы и дальше продолжаем обыкновенную косичку. Так как у деток обычно волосы жиденькие. И чтобы косички не были крысинами, плиту немножечко, буквально несколько прядок. И начинаю вытягивать их. Вытягиваем не всю прядь, а только часть с краешку. Чтобы косичка оказалась потолще. Только с краю. Начнем вытягивать всю прядь и коса не будет держаться потом. Так что только чтобы ажурность такую вот придать. А потом с другой стороны. Желательно делайте это, пока еще косу не завязали резинкой. Потому что пока коса еще находится в руках, это сделать намного проще, чем когда она уже завязана резинкой. Можно, конечно, когда резинкой завязана. Но просто проще, легче вытягиваются волосы. Когда вы еще их никуда не завязали. Еще проплела и еще вытаскиваю краешки. Косичка будет смотреться широкой, ажурной. Она, конечно, будет плоская, но смотреться будет намного интереснее, чем обычная тоненькая коса. Так, все. Больше плести не буду, потому что мы будем вплетать ее. Теперь отдаю Маше. Маша ее будет держать. И со второй стороны делаю то же самое. Маше. 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 все две косички у нас готовы маша и держит теперь будем сзади начинать вот отсюда плести колосок еще один третий куда вплетем эти две косы наши принципе все то же самое до момента до момента косы начинаем так и теперь можно вплетать наши косы так я их сразу вот здесь распускаю чтобы они не мешали принципе если волоски совсем не держат косу но бывают такие волосы да не держат прическу совсем то можно вот здесь скрепить резинкой потом дальше опять пойти косу плести но у маши вполне все держится поэтому я этого делать не буду все все волосы забрали и теперь просто плетем косу дальше опять же проплетаем пару делений пару плетений и опять я буду сейчас вытягивать краешки чтобы косичка смотрелось пошире чтобы она не была такой тоненькой вот держится так же как и обычная коса но смотрится совсем по-другому все внизу стягиваем резинкой и поправляем косу еще раз потому что пока стягиваете резинкой половина из того что вы вытянули из этих вот ажурных прядок они половина уже все распустились не так как надо видите неровно получилось поэтому поправляем все в принципе все прическа готова и вот эти вот тоже можно поправить когда уже все закончите пошире так и сделать потому что они тоже вытягиваются не в ту сторону куда надо пока плетете поправляем все ребенок готов свободно мы уже идем на английский язык и чтобы вы думали купили мы второй пенал и чего думаете мы старые взяли на английский конечно да ваша сказала старый пускай лежит а я новый с собой на английский возьму теперь она новый туда-сюда перекладывает мы чтобы вроде решили что пенал старый будет на английский ездить с тобой что такое что случилось почему все кувырком завертелась закружилась и помчалась колесом как холодно вообще не включила да включила подожди ему греться не с чего ты застегнулась что ли чё застегнулась пристегнулась нет еще лишь не привыкла давай привыкай пристегивайся хочешь встань и передвинь кресло свое на другое сиденье все так ты из него времени вытащила все все передвинь кресло и его не ты его до двигая не поднимай сверху тоже во впереди него наконец-то свое на старом рано садишься рано садишься вытащи сначала пристегивал к оттуда под кресло кресло чуть отодвинь и увидишь выдела все креста поставь на место ага все все можете вообще езжать да ладно тебя подождем концерт окончен да в общем у нас слегка изменились планы и мы сейчас едем смотреть мультик в кинотеатр димка там нашел какой-то мультфильм вот и позвонил сказал говорит давайте выезжайте посмотрим посидим попкорн полопаем и все такое честно говоря я даже не знаю что за мультик смотрел он а мы просто едем по приглашению хищу ну что готова поехали 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 наконец-то села на свое любимое место ты пристегнулась на отлично торговом центре уже и у маши какое-то безумное настроение и упрет во все стороны так сейчас мы димку должны здесь найти не знаю может она же на месте ждет нас где-нибудь на диванчиках я ужасно хочу есть каждый раз голодная выхожу из дома мультик называется small food так седьмой с восьмого по десятый по десятая все 9 подержать мне нет здесь будет хорошо ты че уже шепчешься по крайней мере не 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 стой сядь сядь просто вылезь из рукавов прислонись спиной и вылезь из рукавов и сиди в курсе укутанное все прохладно вот так вот вот все облокачивайся маша уже его поставила все так сейчас я теперь я засваиваю мюкзаком тоже налезти надо понравилось? поддыш был поддыш был, да, мультик действительно классный еще еще была саможопа когда один из друзей говорил я 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 заскучился пойдемте можно дать ку-су-ночку зайдем в маню что там будет придутте посмотреть и пойдем все ребята мы уже дома ну что могу сказать я не знаю когда вышел этот мультик давно ли он вышел или недавно я не смотрела но могу сказать что мультик обалденный все кто хотел или собирался или думал о том чтобы ходить на small food обязательно идите мультик действительно ржачный есть моменты в которых невозможно было сдержать смех у нас смеялась даже маша смеялись дети в кинотеатре у нас смеялись взрослые сзади в общем это было это было супер а если можно было бы я бы сходила наверное еще раз но я имею ввиду вы понимаете о чем я и думаю ну вот так что мультик просто великолепный и я вспомнила что я будучи еще вступен с машины мультики на каком то я помню что я записывала рекламу когда мы смотрели какой-то мультик вступенах я записывала в блокнот себе те мультики которые я хочу посмотреть из той рекламы которая идет перед мультиками которые ты смотришь ой слушайте как все сложно вот ну я думаю что все поняли примерно о чем я говорю и я его записывала я его нашла в заметках на телефоне и и теперь можно так это калочку поставить дам вот все сейчас будем уже наверное укладываться баечки скоро единственное что я сейчас сяду дочитаю даритель и мне осталось 10 страничек всего и я так понимаю что я добралась до финала книги уже финал уже был финал уже прошел и сейчас идет скорее такое объяснение непонятных моментов и финал был сильнее чем я ожидала действительно то есть я прям так приятно удивлена очень многое встало на свои места и очень многое завязалось в еще более тугой узел то есть советская для следующих книг она есть и я буду читать следующих дарителей и тут знаете я нашла параллель в свое время когда я начала читать часа деев у меня была примерно такая же реакция на первую книгу не совсем такая но похожая мне тоже она очень тяжело шла все никак не хотела читаться все я ничего не понимала и схожесть с часа деями именно с первой книги в том что и в часа деях и в дарителях в первой книге все плохо я вот мне тяжело читать когда все плохо и когда главного героя подводит абсолютно все абсолютно все то есть не остается наверное ничего во что он верил за что он держался его его все подводит и вот это вот мне очень тяжело мне из-за этого не хотелось читать дальше потому что какое-то сплошное разочарование и вот здесь схожесть с часа деями потому что там тоже у главной героини главной героини в первой книге все плохо я же все ждала когда же начнет налаживаться когда же начнем налаживаться и тоже была завязка в конце такая что мне захотелось читать дальше вот тут у них прям схожесть просто мне часто задают комментарии например такие в комментариях вопросы такие что зачем вы читаете книгу который вам не нравится как раз из-за того что я хочу дочитать до конца и уже полностью составить мнение потому что да у меня бывают такие случаи когда я читаю 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 мне не нравится и потом буквально на последних страницах происходит что-то такое и в итоге я не могу оторваться от всей серии потом я ее дочитываю и я в полном восторге я даже там отвечала в комментариях вот так что сейчас дочитаю последние 10 страниц и я думаю что я буду читать дарителей но скорее всего все таки после первой книги сквозь зеркала после дарителей после дара огня я сейчас возьму сквозь зеркала и посмотрим кто из них победит какую серию все таки я буду читать а какую продолжу потом все вроде бы я рассказала все что хотела так что на сегодня все всем до встречи всем до встречи до встречи Субтитры сделал DimaTorzok